Мясо и говядины продаем. 220-230, даже 150 есть, 200 есть. 150, вот ребрышки мелкие. Вот в эту неделю приехали во дворец спорта Инда. Обычно набираются машиностроители ближе, а здесь трудновато с местами. Ну, деревенское мясо берут, знают, где перекупчики стоят. Соотношение цен, может быть, такие же, как в магазине, по качеству можно найти, только лучше. Картофель 15 рублей, морковка 15 рублей. Ну, это средняя цена. Лучок тоже по 15. Я пришла за луком вообще-то, покупая мед. Так вышло. Ну, вот я смотрю, вот где здесь 950, там 1000, 1100. Вот хожу, пробую везде. По вкусу. И чтобы он такой во рту немножечко там, это першило, я так выбираю. Открываете баночку или флягу, запах, должен аромат быть. Ну, это устойчивый, натуральный, четкий. У каждого меда уже будет четкий свой аромат. И цвет, смотрим на цвет. Это липовый мед, она зеленовато-желтого цвета. Вот это чистый липовый мед. Мед, собственно, и пасеки с Архангельского района. Я покупаю мясо, покупаю картошку, покупаю капусту, покупаю огурцы. Нужны ярмарки, только сельхозпродукты нужны. Но не купи, продай. Говядина 280 рублей, свинина могут по 250 продавать, а баранина 350. Мы приехали, продаем свое домашнее мясо. Бутяк-шкирован. Свины наши деревенцы. Кормим хлебом. Говядина шикарная, молодая, супер, сами кормим. У нас зависит от качества и от костей. Чем больше косточка, тем дешевле. Чем косточка меньше, тем дороже. Но у нас 250. Самое дорогое, самое хорошее мясо. На рынках, считай, и место надо платить, и все дорогого. Старается как бы к ярмарке выращивать. До 2 ноября ярмарки продлятся. В декабре начнутся и новогодние уже ярмарки. Вот, айдэк-шкирован, айдэк-шкирован.